Отель Рио Репаблика находится в 92 километрах от аэропорта Ла Романа. От него до отеля ехать на групповом трансфере около полутора часов. От аэропорта Пунта Каны полчаса. Он находится в 27 километрах. Время полета в Доминикану часов 12. На борту есть перекусы раза два и бесплатно. Чартеры Ажур Эйр. В основном самолеты старые. Мало места для ног, тесно и не очень комфортно. Заселение в отель в 16.00. Выселение в 11.00. Обычно заселяют сразу и без доплат, но в том случае, если отель не полностью заполнен. А вообще есть услуга раннего заселения – 10 долларов за каждый час. Персонал общается на испанском и английском. В этой ситуации может помочь онлайн-переводчик. Интернет по всей территории отеля бесплатный и работает отлично везде – и на пляже, и в номерах. Но учтите, что вы можете подключить только по одному гаджету с человека бесплатно. Контингент в основном американцы и доминиканцы. Поляков, украинцев и русских уже меньше. Много молодежи. И самое главное – этот отель исключительно для лиц старше 18 лет. Из всех отелей Репаблика предпоследний. За ним еще один – Хард Рок. И все, выйти некуда. В отеле один магазин с сувенирами. Цены завышены. Например, непромокаемый чехол для телефона – 20 долларов. В пешей доступности есть небольшой рыночек у отеля Ройлтон. Идти минут 15. Магниты, ром, сигары, какао в шариках и так далее. Там все намного дешевле. И обязательно торгуйтесь. Еще в трех километрах между отелями Рио-Ваваро и Рио-Макао есть неплохая торговая улочка. Дорога будет короче, если по пляжу. В большие супермаркеты Джамбо и Иберия нужно ехать на такси. Скачайте приложение Uber и будет намного дешевле. Такси в Uber стоит 10 долларов до Джамбо. У таксистов в отеле – 20 долларов. Экскурсии лучше заказывать онлайн. Намного дешевле, чем в отеле. И сервис получше. Самые хорошие по отзывам – Репаблика Про, Доминикана Про, Два Банана и Юлия Алонин ВКонтакте. Территория отеля довольно большая, красивая и ухоженная. Везде поддерживают чистоту. Построен он сравнительно недавно – в 2016 году, поэтому все в нем выглядит свежим и еще не уставшим. Отель не очень зеленый и совершенно не в доминиканском стиле. Нет соломенных крыш, деревянных и коралловых деталей в интерьере. Все современно и лаконично. Белые, с ярким, деталями. Но хотелось бы добавить немного больше зелени и джунглей. Еще не обжился и не оброс, но это со временем. Недалеко находятся отели этой сети Рио. Территорией пользоваться можно, но ресторанами и барами нет. На территории отеля два крытых бассейна. Они находятся в спа и платные. 8 открытых для разного вида отдыха и аквапарк с четырьмя водными горками. Два вида прямых горок и два вида завитых. Они закрытые. Не очень большие, но есть и адреналиновые. Бассейны хорошие, их чистят, но они сильно нагреваются, особенно после обеда. Удовольствия от плавания после обеда вы не получите. Возле бассейнов много лежаков. Есть бассейны с лежаками прямо в воде. В трех бассейнах плавающий бар. Вокруг бассейна постоянно ходят официанты и спрашивают, чего желаете. Бассейн можно выбрать от самого шумного и активного до самого спокойного. Наиболее шумные возле пляжа. Народ здесь развлекается круглосуточно. И в бассейнах можно плавать хоть до утра. Отель расположен на первой береговой линии пляжа Арена Горда и достаточно далеко от Кораллового рифа, который идет вдоль отелей на пляже Бавару. Поэтому у отеля Рио Репаблика бывают волны. Не очень сильные. Главное, не уплывать далеко от берега. Во время сильных штормов вывешивают красный флаг. Но это случается не часто. Есть и преимущество. Когда другие пляжи утопают в водорослях, здесь ситуация намного лучше. И цвет океана здесь более бирюзовый и насыщенный. Водоросли по возможности убирают. Кто хочет более тихое место, можно пройти направо. Там волны меньше, но и водорослей больше. Отель от пляжа отделяет небольшой пригорок. Иногда с океана дует сильный ветер. И тогда он защищает от ветра и можно спокойно лежать возле бассейна. Пляж шикарен. Огромная береговая линия и идеальный заход в воду. Песок, как мука, белый, мелкий. Не греется на солнце. Шезлонгов свободных много. Можно спокойно лежать вдали от всех под пальмами. Зонтиков от солнца уже нет. Вместо них низкорослые пальмы. Пляжные полотенца выдают в обмен на карточку. По пляжу можно сходить к комплексу отелей Рио и пофотографироваться на пальме, что свисает над водой. Идти направо километра три, примерно полчаса. Ходят торговцы, но они не навязчивые. Официанты курсируют между шезлонгами и предлагают принести напиток, либо выбрать имеющийся на подносе. Есть снэк-бар с хот-догами и перченой жареной курицей на пляже. Отель состоит из двух больших четырехэтажных корпусов и двух поменьше, тоже четырехэтажных. Есть несколько категорий номеров. Стандарты, максимальное размещение 3 человека, площадь 35 квадратных метров. Они с видом на сад, с боковым и прямым видом на море. Сьюты, площадью больше стандартов, максимальное размещение 3 человека. В номерах есть джакузи и с видом на сад, прямой или боковой вид на море. Family room. Две комнаты, размещение 4 человека, конечно, если дети старше 18 лет. В номерах одна или две большие кровати. При заселении уточняйте, какую кровать хотите. Если вы хотите номера более тихие, лучше селиться в дальней части отеля и брать номера с видом на окрестности и дорогу. В Доминикане большая влажность, отчего мебель, сантехника, зеркала могут иметь уставший вид. Номера просторные и во всех кондиционер, потолочный вентилятор, бесплатный сейф и мини-бар. В мини-баре вода, кола, фанта, спрайт, пиво. Раз в два дня пополняют. Есть также чайно-кофейный набор и кофеварка. Пополняется бесплатно. Шампунь, бальзам тоже есть, но плохого качества. Телевизор с одним русскоязычным каналом. Есть гладильная доска и утюг. Пол, плитка. Халатов и тапочек нет. Также диспенсеры с алкоголем не заполняются. Есть балкон или терраса с сушилкой для вещей. Шумоизоляция не очень, соседей слышно. Розетки комбинированные, переходники не нужны. Есть две розетки с USB-разъемами. Единственное, посмотрите, чтобы подключаемый девайс был с входным напряжением от 100 до 240 вольт, так как в Доминикане напряжение 110 вольт и многие приборы будут просто плохо работать. Плойки, фен. И не носите карту-ключ близко с телефоном. Размагничивается. Отель работает по системе «Все включено» 24 часа в сутки. Неограниченное количество местных и импортных напитков. Фреши, а также кофе из кофемашин тоже входят в систему «Все включено». Алкоголь импортный и местный отличного качества. Наливают щедро. Есть виски, если попросить, нальют и Джим Бим, и Баллентайнс, и Ред Лейбл. Коктейли можно заказать по своим ингредиентам. Во всех напитках лед по умолчанию. В спортбаре можно перекусить и выпить 24 часа в сутки. Взять бургеры или сэндвичи с собой на экскурсии. Кофе лучше брать в барах, там вкуснее. А-ля карт ресторана без предварительной записи бесплатно. Приходишь, тебя записывают, дают пейджер и идешь гулять по территории. Когда место освобождается, он начинает мигать ярко-красным. Приходишь, садишься. Питание неплохое, выбор большой и разнообразный. Мясо, рыба, морепродукты, суши, экзотические фрукты. Еду каждый накладывает сам. Напитки приносят официанты. Больших очередей нет, особенно вечером, так как многие идут в а-ля карты. Основной элемент дресс-кода – маска на лице. В отеле есть анимация, развлекают целый день. Но дискотеки отменены везде по Доминикане. Отель идеально подходит для отдыха молодоженам, компаниям и всем тем, кто решил отдохнуть от общества детей. Стоимость пакетного тура в этот отель на середину ноября, на двоих и 10 ночей, с вылетом из Москвы будет от 2850 долларов, из Киева от 2980 долларов. Если информация в этом видео была для вас полезна, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. Приятного вам отдыха! Субтитры подогнал «Симон»!